Моргенштерн вновь хочет писать треки... Не-не-не, ну не такие треки, нет. Моргенштерн вновь хочет писать треки для русской аудитории. Главный иностранный агент страны пожаловался на то, что въебал кучу денег на фит западным артистам Рич Зе Кид в надежде покорить Америку. Но всё, что он получил, это наплевательское отношение, несоблюдение контракта и воровство вещей со съёмочной площадки. После такого опыта Алишер решил заморозить все проекты с зарубежными артистами и вернуться на российский рынок в надежде снова покорить вершины СНГшных чартов. Вот такая вот фигня. Благодарный даже на видосах. Алло, скажи ему, что блять, если он нахуй не выложит, мы будем снимать видео, реально. Бонжорно, дорогие друзья, добро пожаловать на ютуб канал Моргенштерн. Сегодня ваши любимые хайпы, скандалы, разоблачения, интриги. Будем хоронить карьеру американского рэпера. Расскажем, как нас кинули на фит, как мы проебали бабки. Каково это вообще работать с американцами. Всю эту горький опыт расскажем изнутри, покажем. А также я ответственно заявляю, что Рич Зе Кид украл наше имущество. Кто не знает, у нас недавно вышел фит с Рич Зе Кидом. Да, во-первых, давайте мы сделаем чистосердечное признание. Да, этот фит куплен. Да, мы потратили на это деньги. Все? Уважение улиц проебано? Смотри, у нас никак не может быть проебано уважение улиц, потому что у нас его никогда не было. Давайте, давайте с самого начала. Как этот фит появился? У нас появился новый артист, он эти, мы думали, как бы прикольненько запустить нового артиста на лейбле Bugatti Music. Парень талантливый. Да, парень талантливый, охуенно делает припевы на английском, мы думаем, ну купим какого-нибудь американца на фит. Отличная инвестиция, но должна была быть, но все американцы не такие, что дешевые. 300, 400 тысяч долларов. Ну да, у топов, чтобы вы понимали, фит стоит 300, 500 тысяч долларов. У кого-то даже, ну, у кого-то даже и под... У меня вообще фит столько не стоит. Я бы меньше беру, ну, американец. Что-то ты, Алишер, хуйню какую-то выбрал за 300, 400 тысяч. Я бы, блядь, был готов бы фитануть с тобой даже за 400 тысяч рублей, в принципе. Это 4 тысячи долларов. Мог бы сэкономить до херища просто. Подлям баксов стоит просто куплет. А рич, так сказать, ну... Был рядом, был рядом. Мы не будем, конечно, называть точную сумму, потому что уважаем договора. Уважаем, конечно. Сумма, так скажем, немаленькая. Мы решили, что это будет отличное вложение в нового нашего артиста. И проебались. Так, подожди, у него проблема, у него горький опыт не с Америкой. У него горький опыт с каким-то рэпером американским. Что? Да? Ну, тогда это неинтересно. Мне, в принципе, поевать на рэперы. Я только что приехал, короче. Я смотрю плейбэк, и каждый раз, вот уже четвертый, блядь. У меня просто мурашки начинают идти. Это второй уже Lil Pump, такой же был еблоном. А тело не наебешь, сука. Да, они в рэпере все такие, нет? Вот, посмотрите на меня, блядь. Тогда нахрен смотрим. Не знаю, тут такое громкое название. Я думал, тут с Америкой какая-то проблема. Тут просто с людьми. Точнее, с рэперами. У меня, как бы, была идея фикс по-любому закинуть кого-то, кого крупного к нему на, как бы, на первый релиз. У нас с Сашей... Там похуй, короче. Я думал, тут поинтереснее тема будет. А в США, а в США, а в США, а в США. Вот есть человечина и царя Саша. А в США, а в США, а в США, а в США. Вот есть полки-полки.